Привет, друг! С тобой Аван. Продолжаем играть на серверах CCD Planet, сервер GTA 5, всё как всегда. И сегодня я тебе расскажу, как же я выбил гелик из кейсов. Ну, как выбил гелик из кейсов? Выбил гелик через кейсы! Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Значит что, совсем недавно на стриме я открывал 400 кейсов, но по факту там вышло 465, и надеялся, что мне выпадет гелик. Но он мне, к сожалению, спойлер не выпал. Заработал где-то я, вот, заключил спор с пацаном, ещё одним. Он сказал, типа, я не знаю, этот видос выйдет уже после или перед. Он сказал, если ты после определённых действий выбиваешь гелик, то тогда даёшь 14 лямов мне. Если гелик не выбиваешь, я тебе покупаю гелик. Сегодня написал, сегодня 12 января, кстати, на 19 с половиной лет мне сегодня, можете поздравления в комментариях писать, да. Пацан написал мне в АК, блин, давай если закрою сессию без допов, я подарю тебе гелик. Я такой, чего? Ну, сначала, конечно же, не поверил, потому что многие-многие писали мне такое, давай подарю, подарю, подарю. На самом деле это был скам. Но пацан пишет, давай уже на ЭКХ, я такой, ну, давай. И, в принципе, смотрите, что с этого получилось. Сейчас должна происходить вообще такая дичь, вы не представляете. Это, это капец, если это правда, то это, это, это жёстко будет. Здорово. Пошли. Пошли. У него ама, 3 восьмёрки, 99, нихерово, нихерово. А, фул кучи костюм. Эдмон Дантес предлагает вам обмен. 3 семёрочки, это что, это удача? Да ну нахуй, ещё на номере, серьёзно. Бля, пиздец. Охуеть. Ама, 3 семёрки. 3 семёрки. Охуеть. От души вообще. Что ты так это решил? Я себе оставлю, просто, это, суеверный человек, я себе сказал, что если сдам сессию бездопки, то дарю тебе гель, которых я не вывел тогда на стриме. Охуеть. Охуеть. Ну ты же тогда не вывел его на стриме, я смотрел. Ну да. Обидно было. Ну есть такое. Бля, я думал, например, я думал наоборот, типа, если сдам сессию, типа, не отдам, если не сдам, то типа, отдам. Чтоб мотивация здесь обратно. Охуеть. Бля, ещё на трёх семёрках, это пиздец. Ну, пошли посмотрим. Я собирался по коллекции, у меня вон М8, он стоит на АМУ. Да, 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 я тоже это заметил. Ну, пошли, пошли. Охуеть, гелик, реально. Это ещё 63, это ещё АМГ пакет, да? Да. АМГ там спереди. Ну, шо, ебать, люди боли теперь. Охереть. Три семёрки. Этот номер стоит 8. 8 лямов. Подожди, прикол, мне ещё в багажнике там, блядь, дохера чего стоит. Ладно, это я уже переборщил. 77 мест. Охуеть. А я не знаю, как реагировать. Ну, не знаю, я просто все поставился или я все пообещал, что это всё нормально будет, я там. Это сессия, но гелик дарил. Я сделал это и должен был подариться. Охуеть. Ну, что, я тебя поздравляю, что сдал сессию, нормально. Спасибо. Бля... Хотя с геликом. Спасибо, спасибо. Ну, что, пацаны, этот... Давай, удачи. Давай, взаимную удачи. Ну, что, пацаны, этот гелик остаётся теперь со мной навсегда? Блядь, реально гелик. Кто там говорил, что гелик не выпадет? Нихера, он выпал. Бля... 922 километра, ещё. Бля, пробега вообще почти нет. А, CCD план... Да, нихуя. Ебай. AMG Edition 1 только надо поставить. Бля, три семёрочки. Я такой думаю, ладно, гелик подарит, ещё номер на него куплю за 8 миллионов. Так уж и быть, типа, не жалко. А здесь уже сразу три семёрки. Ещё ама стоит. Ну, что? Ебай. Бандиты теперь. Просто, да ты шо, да ты шо. Я заспавнивал, ещё не верю, пацаны, понимаете, да? Зашёл на сервер, вот. И сейчас поедем, как бы... Ой, это чё такое стоит? Как бы у нас есть своя территория. Мы на гелике. Отжали территорию. Сейчас поедем по... Как бы пацанами будем снимать с них бабки. Ну, что, пацаны, спустя пару часов я зашёл на сервер. Ебать, озвучка. Взяли свой гелик. Давайте... А, здесь написано G-Class. Ну, почти, да. Короче, давайте посмотрим, что у нас по... Блин, shift O. Что у нас по чиповке? Здесь у нас 933 километра. В реале это старый чип. Б. Трансмиссия. А вдруг, кто знает, колёсные тяги. Ну, да, нормальный чип. Короче, новый у нас стоит. У меня гелик, собственно, офигенный. Чёрный, тонированный, G63 обвес. Всё, как я люблю. Кстати, поедем, посмотрим, сколько он стоит. Но... Хотя диски вот здесь стоят вроде Ego, да? Вроде типа Barabus. Ну, типа так и есть. Они сюда подходят. Смотрится охрененно. Но, как вы знаете, я заложник одних очень красивых дисков под названием MG Edition 1. И поэтому мы приехали в Atomic Garage, Atomic... 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 Короче, Atomic. Магазин. В Atomic сейчас купим мы диски. Сколько они стоят? А нам же бабки за них ещё вернут, да? Подожди, или это... Прикол, это сток стоят? А я такой... О-о-о, прикольно. Окей, давай при замене. Окей, давай тогда, где MG Edition 1? Сколько они вообще стоят? Сейчас я посмотрю, что не стоит там улетать до хера. Я такой... Ну, я передумал. Вот. 280 тысяч. Вот они, охуенные диски. Значит, у меня лям 125, 529. Как я обожаю CCD Planet. Из-за того, что чем дольше играешь, тем больше ресурсов как-то качается, скапливается. У тебя фризит, блядь, на каждом углу. И FPS пропадает. Это во-первых. Во-вторых, я люблю свой терабайт на HDD, который забивается буквально за секунду и не записывает то, что мне надо. Короче, пацаны. Мы поставили вот эти MG Edition 1 за 200... Сейчас скажу, сколько? 280 либо 250? 280 тысяч рублей. И у нас отнялось всего лишь 35 тысяч, потому что 70% от старых дисков были нам возвращены. А старые диски у нас стояли Brabus Monoblock Y Style. Вот такие у нас стояли. Поэтому можете сразу написать, какие вам больше нравятся. Поэтому 35 тысяч мы потратили всего лишь. И поставили вот эти диски. Дальше мы поедем тогда опять в аэропорт. Хотя я там уже был, но поедем опять. Замерим нашу максимальную скорость и разгон. И исправим чип. Мы приехали в аэропорт Лос-Андоса. А какой еще, конечно же, в GTA V. Врубаем расложник, раздуваем движок и погнали. Перед этими замерял. 0-100 было 1,6. 100-200 было 2,5. Сейчас 2,2 улучшилось. И 200-300. 5,8. Ну, показатели улучшились 100%. Но чип нужно менять. Почему? Потому что он слишком тяжелый. Если прям жестко заложить. Ну, это его занесет, это понятно. Но если прям жестко заложить в поворот. Например, вот сейчас. Вы, наверное, увидите. Нет, не увидите. Он, короче, переворачивается. Это как будто 55-й старый гелик. Он переворачивается. Мне это не надо. Тем более, мне кажется, гелик может выехать из 1,6. Хотя бы 1,4 он должен поехать. Поэтому поехали им ударить чип. Знаешь что, пацаны? Приехали мы на то же место. Врубаем расселочек. Раздуваем движок. И поехали. 1,5. Уже лучше. 2,3. Хуже. И 200-300. 5,7. А то было 5,6 вроде, да? Но то, что он управляется лучше и стоит на дороге, это факт. Может, это просто неудачный замер. Давайте еще раз попробуем. Так. К. Раздуваем. Погнал. 1,4. 2,2. 2,8. И 5,2. Ну, 200-300 хорошо. 0,100 хорошо. А что-то 100-200 прям очень херово. Давай еще раз. Последний раз. Раз. Два. Три. Погнал. 1,5. 2,0. Кстати. И 5,2. Короче, лучшие показания это 1,4. 0,100. 2,0. 100-200. И 5,2. Или сколько? Или 5,0. Было 200-300. Ну, а для гелика, мне кажется, это как бы не особо важно. То, что он рулится. Плюс-минус тормозит. И уже не кренится. И как бы не переворачивается. Вот это уже лайк. Поэтому, поехали, я вам покажу эту чиповочку. Ну, и обязательно оставлю уже код на нее в описании. Значит, B. Трансмиссия. Вот такая вот вам трансмиссия. Дальше тормозная система. Вот колесные тяги. И осталась у нас подвесочка. Вот подвесочка. В принципе, все. Чип также я как бы оставлю в описании. Будет интересно посмотреть еще, какие комплекты есть на этот гелик. Но мне кажется, ебать, здесь тачек на спам. Мне кажется, так как это CCD. Здесь только есть обвес как бы стоковый G500. И как бы G63. И все. Ну, поехали проверим. Может, что-то интересное еще найдем. Так, категория. Руль даже есть. Нихера себе G63. Какой обычный. Здесь даже руль офигеть. Окей, руль. Давайте тогда посчитаем, сколько стоил весь фулл обвес в 63. Гелик. Посчитав весь уровень, который здесь стоит. Это рама, решетка артеатра, задний, передний, бобби, спойлер, крышка, арки, сиденье, руль. Вышло в 707... 767 тысяч. Ну, кстати, не особо дорого. Я думаю, будет подороже. И плюс к этому еще диски. Ну, короче, лям на внешку. 8 лямов на номер. И гелик за 14. Казалось бы, на этом ролик мог закончиться. Но, но, все, кто были внимательны и были со мной на стриме 8 января, если не ошибаюсь, когда мы открывали 465 кейсов. Ох, эта тема скоро не уйдет. Чувствую. Ох, не уйдет. В конце стрима мне написал такой человек, как Сколков. Он же Никита. Он написал, давай, если ты откроешь 50 кейсов после обновления заданий, и тебе не выпадет гелик, я куплю тебе гелик. А если тебе выпадет гелик, тогда ты отдаешь все, что выпало тебе на стриме. Я, конечно, этот челлендж принял. Ровно через неделю я накопил 144 кейса. Но, по факту, там вышло 150 кейсов, и мы открыли, как бы, еще кейсы. Все, кто были на стриме, всем привет. И знаете что? Мне гелик не выпал, и Никита Красава сдержал свое слово и отдал мне гелик. Да, смотри, левому не пришло. Ну все. Все. Капец. Капец. Хуеть, еще гелик. Все? Поздравляю тебя. Спасибо. Я ничего не поймал. Теперь у меня во Владиме есть два гелика. Один, который подарил мне пацан, именно Ильшат, и второй, который подарил мне Никита. И теперь у меня тупо два одинаковых гелика. На AMG Edition 1, что здесь, что там, чисто черный, тонированный. Хотя здесь, мне кажется, есть какой-то блеск, как будто сероватый, тот более черный. К сожалению, на этом нет номера, а на том номер есть. И все, теперь у меня есть два гелика. Буду я его продавать? Я еще не знаю, но, скорее всего, пока что продавать не буду. И ждем третий кейс. Третий гелик. Пока что я уже за два дня накопил 50 кейсов. Мы копим тысячу кейсов и делаем большое открытие кейсов и вылавливаем гелик. Потому что сегодня выпал гелик, вчера выпал гелик, а мне не выпал. Это нечестно. Поэтому копим тысячу кейсов, делаем стрим и забираем этот чертов гелик. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой видос вышел. Недаром, в принципе, открыл 400 кейсов, выбил гелик. Ну, как выбил? Через 400 кейсов получил гелик. Еще раз спасибо. А мы на этом охоту за геликом не заканчиваем. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропускать стримы. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.